Киевский завод «Арсенал» лишился поддержки немецкого «Рейнметалл», который принимал участие в разработке нового зенитно-ракетного комплекса. Это значит, что разработка комплекса теперь займет больше времени, но также значит, что его технические характеристики не станут известны стране-оккупанту. «Рейнметалл» – немецкий военно-промышленный гигант, основанный еще в конце 19 века и к настоящему времени являющийся одним из главных мировых производителей бронетехники, вооружений и другой продукции военного назначения. Сейчас этот концерн не только контролирует львиную долю военной промышленности в родной Германии, но и управляет, например, производством танков в некогда враждебной немцам Великобритании. Поэтому неудивительно, что киевский «Арсенал» выбрал именно «Рейнметалл» в качестве партнера для работы над амбициозным проектом – созданием передвижного зенитно-ракетного комплекса, в теории способного просто закрыть небо для авиации противника, то есть сделать уничтожение любого вражеского самолета делом практически гарантированным. Но в отношении двух оружейных производителей вмешались политики. Как сообщил замглавы «Арсенала» Александр Клочко в интервью оборонно-промышленному курьеру, власти Германии потребовали от «Рейнметалл» прекратить сотрудничество с украинским производителем. Теперь шасси для комплекса, системы целеуказания и сопровождения ракет, то есть все то, за что в проекте отвечал «Рейнметалл», будут разрабатывать другие компании. С одной стороны, это, конечно, несколько усложнит процесс работы над новым комплексом и наверняка существенно отдалит момент его приема на вооружение. Но с другой стороны, в «Арсенале» обещают привлечь к разработке сложных узлов украинские компании, что исключительно хорошо для экономики страны. Ну и самое главное, выход «Рейнметалл» из проекта – это хорошая новость еще и потому, что именно немецкий гигант, в чью империю входят еще и многочисленные тренировочные центры, готовил российских военных, из числа которых потом были отобраны «зеленые человечки» для захвата Крыма. Концерн еще за несколько лет до оккупации полуострова подписал с россиянами контракт на строительство центра подготовки бойцов и обучения в нем до 30 тысяч человек ежегодно. Официально контракт этот так и не был выполнен. Однако издание «Дейли Бист» со ссылкой на свои источники в разведке США писало еще в 2014 году, что на самом деле немцы годами скрытно тренировали российских солдат и офицеров. Сотрудничество «Рейнметалл» с Минобороны России продолжалось и после захвата украинского полуострова. Руководство корпорации изо всех сил цеплялось за контракты с россиянами и вынуждено было отступить только после вмешательства правительства, настоявшего на прекращении военного сотрудничества с оккупантами. Не исключено, что хорошее отношение с агрессором у сотрудников «Рейнметалл», пускай и не у руководителей концерна, а у каких-нибудь инструкторов или инженеров, сохранились и по сей день. Скорее всего, именно так и есть. Ведь «Рейнметалл» годами сотрудничал с Москвой. Его работники месяцами находились в командировках в России и наверняка подружились с россиянами, в том числе и специально для этого подосланными ФСБ. А это значит, что все секреты нового украинского комплекса ПВО, доведи «Рейнметалл» сотрудничество с «Рассеналом» до конца, могли бы оказаться в руках агрессоров. И в таком случае пусть лучше работа над комплексом продлится чуть дольше и окажется чуть дороже, зато противник уж точно не будет знать, как обмануть или обойти новые украинские ракеты. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова